В дорожном ремонтно-строительном управлении Бельц критическая ситуация. Журналисты ТВ Норд сообщают, что, как утверждает в Рио директора управления, премария должна предприятию более 5 миллионов леев. Из-за этого сотрудники не получают вовремя зарплату и вынуждены выживать за счет кредитов. Восмущенные ситуацией рабочие ворвались в зал, где проходило собрание местных советников. Зарплаты у нас тоже не вовремя, то задержка, то это. Только благодаря тому, что мусорка у нас есть, она спасает. Вот оттуда раз дадут или аванс, или вот это и все. Вот такая жизнь у нас в ДРСУ. Как будто мы гадкий утенок. Значит, био или та организация, смотришь, автобусы классные, техника вся классная. Значит, когда какая-то стихия лише у нас получается, ДРСУ вперед и ночами и днями. А как нам помочь войти в наше положение? Нет. В ситуации в порт играем. По зарплатам тоже очень тяжелая ситуация. Зарплаты постоянно задерживают и их давно не повышают. Зарплаты сегодня не хватает с теми расходами, которые есть. Я взял кредит и погашаю его. Вот берут люди кредиты, одалживают у кого-то, а потом получают зарплаты, берут и отдают так же сам. И вот так мы получимся с месяца в месяц. Друг друга где-то одалживают у других, у родственников. По словам директора управления Кристины Сокирко, которую цитирует ТВ Норд, мэр Бельц хотел бы, чтобы муниципальное предприятие обанкротилось, чтобы продать землю. У работников нет спецодержки. Ее просто нет. Вот то, в чем они ходят сейчас, это их одежда. Техника безопасности не соблюдается. Те машины, которые вы видели в том виде минутного ролика, это один процент того, что там происходит. У работников нет зарплаты. Я не могу им дать зарплату. Это не мое неправильное менеджмент. Абсолютно нет. У предприятия есть долги, у примарей есть долги перед предприятием. Примар Бельц Александр Петков не присутствовал на заседании Совета и пока не представил свою реакцию на выдвинутые против него обвинения. Со своей стороны его заместитель Геннадий Шмульский отверг обвинения, выдвинутые в адрес мэра Бельца и обвинил в РИО директора ДРСУ в ненадлежащем управлении финансовыми ресурсами. За 4 года на вывозе мусора ДРСУ заработало 15 миллионов лей. Где эти деньги? Почему у этих людей нет спецодежды? Поднялись цены на судно-испорте. Если вы учредитель этого предприятия, обратитесь в чина, в прокуратуру, напишите запрос. Я так понимаю, что тут речь идет о нецелевом использовании 15 миллионов лей. В дорожном ремонтно-строительном управлении Бельц работают около 900 человек. По данным руководства муниципального предприятия, зарплата бельских дорожников варьируется от 6 до 7 тысяч леев в месяц.